Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами Максим Маркетс ТВ. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. Заседание Европейского Центрального Банка на прошлой неделе привело к новому восходящему импульсу евро. В итоге евро-доллар установил очередной максимум на 1,1683, укрепивший за неделю более чем на 200 пунктов. Председатель ЦБ Марио Драги на пресс-конференции традиционно отметил низкую базовую инфляцию и заявил, что Центробанк готов увеличить объемы закупки активов в случае необходимости. Вместе с этим Драги заявил, что ожидает рост базовой инфляции в среднесрочной перспективе, так как текущий объем стимулирования положительно влияет на спрос. Существует еще одна проблема, которую на этот раз не выделил Драги, но которая по-прежнему будет значительно влиять на решение ЦБ. Несмотря на снижение безработицы, в еврозоне по-прежнему недостаточно растет средняя заработная плата, что отрицательно влияет на укрепление инфляции. Инвесторы отреагировали масштабными покупками европейской валюты, выделив из речи Драги лишь позитивные моменты. Уверенное экономическое восстановление и оптимистичный прогноз по инфляции отодвинули на второй план текущую ситуацию и предупреждение главы ЦБ о возможном дальнейшем увеличении количественного смягчения. Рынки ждут начала сокращения монетарного стимулирования уже осенью текущего года, лишь расходясь в прогнозах относительно месяца. ЦБ обозначил для себя довольно жесткие сроки, при этом сохранив возможность получить дополнительные цифры, которые в итоге и приведут к окончательному решению. Наиболее важными показателями за этот период станут индексы деловой активности, данные по росту средней заработной платы и, конечно же, инфляция. Если первые два показателя будут высокими, то даже недостаточный рост инфляции не остановит ЦБ от начала сокращения объемов закупок активов. На фоне позитивных новостей для евро, американский доллар оставался в стороне на прошлой неделе, сохраняя при этом нисходящую тенденцию. Инвесторы по-прежнему не уверены в достаточном восстановлении американской экономики, что держит курс доллара на низком уровне. На предстоящей неделе главным событием станет очередное заседание ФРС в среду. С последнего заседания показатели американской экономики не улучшились, а инфляция дополнительно снизилась, поэтому довольно жесткие комментарии представители ФРС и Джанет Йеллен могут измениться на более мягкие. Не исключено, что ФРС поменяет свою точку зрения по поводу еще одного повышения процентной ставки в текущем году, что приведет к дальнейшему укреплению евро-доллара к уровню 1,18 и даже выше. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем продолжение укрепления евро-доллара к уровням сопротивления 1,1715, 1,1740, 1,1780, 1,1820 и 1,1850. Фунт-доллар снижался на прошлой неделе, несмотря на ряд позитивных экономических новостей из Великобритании и вновь упустился ниже ключевой отметки 1,30. Публикация данных по розничным продажам, которые оказались выше прогнозируемых, не смогла поддержать курс британской валюты. Рынки не уверены в том, что Банк Англии будет готов повышать процентную ставку уже в текущем году, несмотря на заявление Марка Карни. В Великобритании по-прежнему недостаточно растет средняя заработная плата, что может привести к значительному давлению на инфляцию. Июньское снижение базового индекса потребительских цен может стать первым шагом на пути к более глобальному сокращению инфляционного давления. Показатель все еще остается выше целевого ориентира Банка Англии, однако низкий рост заработной платы и снижающаяся деловая активность могут привести к дальнейшему падению инфляции. На первый план Великобритании вновь выходят переговоры по Brexit. На прошлой неделе состоялась встреча министра Великобритании по делам Brexit Дэвиса и главного представителя от Евросоюза Борни. Встреча не принесла новых данных, стороны только приступили к долгим и непростым переговорам. Однако уже сейчас понятно, что Великобритании придется выплатить ЕС значительную сумму, пусть и не 100 миллиардов евро, на которых изначально настаивал Евросоюз. Рынки по-прежнему предполагают, что начало процесса по отделению Великобритании от ЕС может привести к дополнительному снижению инвестиций, деловой активности и уровня потребления. Фунт доллар вновь снизился ниже ключевой отметки 1,30. Неожиданное заявление Марка Карни о возможном начале ужесточения стимулирующей политики уже в текущем году привели к росту пары выше 1,30. Однако дальнейшее снижение ажиотажа, не подкрепленного реальными показателями, вернули фунт доллар обратно. На предстоящей неделе главным событием для британской валюты станет публикация показателей экономического роста за второй квартал текущего года. По предварительным прогнозам, ВВП вырастет незначительно, всего лишь на 0,3% по сравнению с предыдущим периодом. Однако, учитывая низкую деловую активность во всех секторах экономики, показатель может продемонстрировать худшую динамику по сравнению с ожидаемой, что приведет к дополнительному падению британского фунта. В нашем прогнозе на текущую неделю предполагаем падение фунт-доллара к уровням поддержки 1,2950, 1,2920, 1,2870, 1,2840 и 1,2800. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова